Релиз трекера BigFanGroup.org Шароварная культура, шароварный патриотизм, шароварщина. Воистину, этот вид одежды стал таким же символом современной Украины, как сало и вышиванка. В Украине даже черт и тот в шароварах. Но так ли плохи эти широкие штаны, да и украинские ли они изначально? Цей костюм український, він з одного боку базований, звичайно, на славянських характерних рисах, зокрема на сорочці-вишиванці, на дуже великій кількості льняних речей в побуті. Але в той же час ми побачили велику кількість запозичень із скіфо-сарматського світу. Ці запозичення полягають, наприклад, в наших традиційних шароварах. Ще свогочасового відді, коли він писав про Північне Причорноморье, він казав, що тут ходять сармати в дуже широких розлогих шароварах. Так само араби, які мандрували 8-9 століття території України, вони писали, що точасних русів ховали в шароварах, і на кожні з них йшло по 100 ліктів матерії. Але перший, хто попався їм навстречу, це був запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки і ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться і не полюбоватися на нього. «Іх, як важко розвернувся! Фу ты, яка пішна фигура!» – говорил он, остановивши коня. В самом деле, это была картина довольно смелая. Запорожець, як лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб його захватывал на пол-оршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. ЗАХТАЮ 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 Сейчас я попробую почувствовать себя этим запорожцем. Правда, сечи больше нет, поэтому лечь придётся прямо посреди Киева. Думаю, возле памятника Богдану Хмельницкому самое место. Здорово! Только в спину от камней холодно. То ли дело летом на теплой земле. Кстати, во времена Богдана Хмельницкого на этой площади тоже можно было развлечься, как в повести Гоголя. Памятника Богдану Хмельницкому тогда еще не было. Вместо него на этом месте стояло католическое распятие. А площадь была без брусчатки, как в селе. В 1651 году в Киев вступила литовская армия Гетмана Радзевилла. Вместе с ней в город попал голландский художник Абрахам Ван Вестерфельд. Собственно, благодаря его кисти мы и знаем, как выглядел тогда этот знаменитый киевский вид. Но у Вестерфельда есть еще одна заслуга перед Украиной. Благодаря ему мы знаем, как выглядели во временах Хмельницкого наши пращуры. Украинские художники в 17 веке не рисовали украинцев. Видимо, они у них, ну как и у нынешних украинцев, вызывали стойкое отвращение. У нас такая традиция, что наши вызывают у наших жестойкое отвращение. Это и сейчас заметно по высоте и плотности заборов, которыми каждый стремится огородить свое жилище. Чтобы свести контакты с окружающими до минимума. Но благодаря западноевропейским, в основном немецким и французским картографам и художникам, мы знаем, как выглядели предки украинцев в 17 веке. Потому что их изображениями регулярно украшались или отчеты, так сказать, этнографических экспедиций, или картуши карт, которые изображали местности с той флорой и фауной, которая там проживала. Как то медведи, волки, дикие казаки, местные бабы. В 16, 17, 18 веке, то есть во времена Запорожской Сечи, шароваров вообще не существовало. Вернее, не существовало самого термина шаровары. Вы не найдете ни в одном историческом источнике этого слова. Как сейчас считают новейшие исследователи, термин этот появился при неправильном переводе книги Баплана об Украине, описании Украины, ну и, собственно, запорожских казаков. Было там пару непонятных переводчиков слов, как во время описания штанов, в которых ходило население Украины. Но они, недолго думая, взяли, да, обозвали это дело шароварами. Вот так, где-то начиная с 19 века, этот термин активно качует из одной книжки в другую. Мы звикли уявляти запорожских казаков так, как выглядят артисти сучасных танцювальных ансамблей, которые танцуют в гопак. Но это лишь танцюристи, а не реальные казаки. Никто на Запорожьей Сечи у часа Сагайдачного и Хмельницкого не вдягал шовковых шароваров и высоких хутряных шапок. Шовковые шаровары – это вигадка костюмеров радянской эпохи, которые создали спецодяг для танцюристов. Главное завдание яких – широко раскидать ноги на сцене подчас стрибка. В 17 веке самой распространенной и самой популярной была восточно-европейская польская мода, как ни странно. И польский костюм, польские кафтаны, польские штаны, польские головные уборы доминировали и в Польше, и в Венгрии, и в германских землях, и даже во Франции, ну и, естественно, на наших землях. Поэтому во времена Богдана Хмельницкого костюм польского типа носили и на нашей территории, и в Москве, и в Польше. И в принципе, в принципе, войска московского царя или украинского гетмана или польского князя, они не отличались ничем, кроме флагов. В те времена у обычных служилых людей карманов не было. Ну, не было оно предусмотрено одеждой, простой одеждой того времени. А нужно же было где-то носить трубку, кресала, всякую мелочь хозяйственную, мелкие деньги, которые были. И вот носили в шапках. Это самый удобный был способ. Если ехал верхом, оно тебе ниоткуда не выпадало. Если ходил пешком, тоже очень удобно. Шапка всегда с собой. Російськое слово карман мае тюркское походжение. Воно появилось в російськом мове лише наприкінці 16-го, початку 17-го століття и означало гаманець. Тюркским запоходжением было и украинское слово кишиня. Воно запозичено у половців и означает похование або могила. Красномовное слово. Скупий экономный предок украинцев клав гроши у кишиню и, нибудь, ховав их там. Кстати, скажу вам как писатель. Со словом «карман» связано такое важное для каждого писателя и читателя явление, как карманное издание. Сегодня карманным изданием мы называем вот такую маленькую книжечку. Потому что она замечательно помещается в современный мелкий карман. А во времена Вольтера и Дефо карманным изданием считалось вот это. Потому что люди были меньше, а карманы больше. Но такие кишины увидели на Руси только за часы Петра Первого. Ото был цар. Запозичил у Европы все лучше. Даже кишиня вместе с камзолами. Та и сам, за словом, у кишиня не лез. Как-то он сказал. Мы прорубили векно в Европу. Но через 20 лет вернемся до нее садом. Кончено. Мы преувеличиваем роскошь и многоцветие казацкой одежды. Дело в том, что в Украине, собственно, не было вообще никаких красителей. Равно каких и тканей. Был лен, льняная ткань. Была домотканная ткань, самая обычная. Ну и, собственно говоря, были суконные ткани, более дорогие. И все. Никакой парчи, никакого шелка, ничего подобного не было и в помине. Это все доставлялось из Средней Азии за очень большие деньги. И было доступно только знать и аристократии, которой среди казаков, как известно, то и не было. И вначале это была обычная белая некрашенная ткань. И обычного белого некрашенного цвета были все одежды. Потом додумались вымазывать в грязь, в кору дуба, то есть коричневыми делать. Делать зеленоватыми оттенками, то есть природные. Чуть позже появились темно-синие и бордовые красители. На счастье! Смех! Смех! Торгер мне катать, мать ночь. Я все, что ты их глазом меня не высмотрит. Но если свои шаровары, предки украинцев, позаимствовали то ли у скифов, то ли у половцев, то получается, что до встречи с кочевниками они вообще без штанов бегали. Так сказать, в первозданной простоте. Светили голым задом в лесной пуще, отпугивая диких зверей. Светили голым задом в лесной пути. Вы знаете, почему люди раньше меньше болели? Потому что они носили одежду, обереги. Возьмем хотя бы обычную рубаху, которую можно встретить и в белорусском, и в русском, и в украинском национальном костюме. Там, где заканчивались края рубахи и начиналась, обнажалась кожа, там все время была вышивка. И не простая вышивка, а сделанная под владельца этой рубахи. Особой силой обладал пояс, тоже вышитый с определенными символами, оберегами. Считалось, что не подпоясавшись, нельзя молиться Богу обедать и ложиться спать. Ибо бес вселяется в такого человека. Если вдруг кому-то удавалось украсть вашу рубашку и прочитать под ней заклятие, то на человека накладывалась порча. Поэтому рубашку никогда никому не отдавали. Отсюда люди, про которых говорили, что они могут снять последнюю рубашку с плеча, ценились очень высоко. И все-таки штаны у славян были, конечно, не такие, как у меня, но были. Только не шаровары, а обычные, более узкие белые портки, шитые из домотканного полотна. Что-то вроде современных подштанников. Именно в таких исторических кальсонах описал славянских воинов впервые византийский историк Прокопий Кисарийский, живший в VI веке, в эпоху императора Юстиниана. Славянские племена, писав Прокопий Кисарийский, не управляются одними людьми, а здавна живут в народоправстве. Живут они в убогих хатинах. Вступая через битву, большинство из них идет на врагов пищами, мают невеликые щиты и списы в руках. Панциря же никогда на себя не вдягают. Деякие не имеют на себе ни сорочки, ни даже грубого плаща. Но, натягнувши на себя лишь штаны, чтобы прикрыть сараминские органы, так и вступают в бой с врагами. Именно в этих девственно-белых штанишках эпохи славянского единства наши пращуры и вышли впервые на дороге мировой истории. Что удивительно, старинный покрой и цвет этих нешироких белых штанов сохранили, к примеру, карпатские горцы, гуцулы, никогда не носившие шаровар. Но белые штаны – это еще и традиционная деталь народного костюма белорусов. Да и крестьяне центральных губерний России тоже щеголяли в белых штанах из некрашенного полотна. Украинский мужской национальный костюм и похож, и не похож на русский. И в первом и во втором случае использовалась рубаха, штаны и пояс. Но самое интересное, у русских рубаха была на выпуск, а у украинцев наоборот заправлялась внутрь. И штаны у украинцев были, конечно же, пошире, чем у русских. В остальном вы практически не найдете отличий. Те же орнаменты, те же обереги, практически одни и те же цвета. Традиционный славянский одяг предков украинцев, эпохи великого переселения народов, можно уявить завдяки сребным фигуркам, которые были найдены в так званом Мартиньевском скарбе. Они изображают человеков у ранее славянских штанях и вышитых сорочках. Штани еще вузькие, но сорочки уже заправлены в середину веке, как это делают сучасные украинцы. Есть очень интересная находка, так называемый Мартиньевский скарб 6-го столетия нашей эры. Это так называемая черняхиевская культура, то есть значной мировой славянская культура. И там очень четко видна эта вышиванка у особи, у этой вышивки. И очень часто археологи называют эту деталь инопланетянин в вышиванке. То есть она достаточно симпатично выглядит, скарб надзвичайно богатый, там тысячи сребных предметов. И один из них цей, который демонстрирует, что вышиванки носили и полторы тысячи лет назад. Но украинцы, самое что ни на есть исконной Украины, Полтавщины, Киевщины, Черниговщины, носили простые белые штаны в более поздние времена. Именно такими они предстают на почтовых открытках начала 20-го века. Согласитесь, это несколько не похоже на красные или синие шаровары, которые мы привыкли представлять на наших предках. А если я вам скажу, что русский женский костюм мало чем отличается от украинского, вы мне просто не поверите. Тем не менее, это так. Сарафан отнюдь необязательный атрибут одежды русских крестьянок. К примеру, в Тульской губернии еще в начале 20-го века, а Тульская губерния, это совсем недалеко от Москвы, крестьянки носили такие же плахты и сорочки, как на Украине. Ну, почти такие же. Или вот эта молодуха, которая стоит, уперев руки в бока, точно украинская Солоха. Думаете, она украинка? Нет, тоже баба из Тульской губернии. Теперь понимаете, насколько мы близки. Народная русская рубашка, так называемая косоворотка, стала матерью гимнастерки, которую носили в войсках целых 100 лет. Как это часто бывает, гимнастерку придумали сами солдаты, происходившие из крестьян. В 70-е годы 19-го века, во время покорения Средней Азии, им по форме полагались зеленые суконные мундиры. Но в суконном мундире летом в Туркестане можно просто умереть от жары. Поэтому солдаты стали снимать мундиры и одевать погоны прямо на белые нательные рубашки, в точности повторявшие их домашнюю крестьянскую одежду. Белые гимнастерки легко пачкались, но зато в летнюю жару они надежно отталкивали солнечные лучи. В таких гимнастерках было приятно служить и воевать. Но в 1905 году гимнастерки все-таки стали красить в зеленый цвет, чтобы обеспечить солдату надежную маскировку в условиях войны с автоматическим оружием. Так гимнастерка приобрела свой окончательный классический вид. Но еще во время гражданской войны солдаты и офицеры белой армии любили сшить свои летние гимнастерки из ткани белого цвета. Так они показывали свое презрение к смерти. Кто-то скажет, а какое это имеет отношение к Украине? Самое прямое. Создатель самого боевого полка белой армии Дроздовского, генерал Дроздовский, происходил из украинского рода. Он окончил в Киеве кадетский корпус. Генерал Деникин, командующий белой армией, закончил в Киеве юнкерское училище и по предкам был украинцем, Дейнекой. В белой армии служил даже родственник великого Кобзаря, генерал Шевченко. Половину военнослужащих белой армии, оказавшихся в эмиграции в 1921 году, составляли уроженцы Екатеринославской, Таврической, Херсонской, ну и чуть-чуть Киевской, Полтавской, Черниговской губернии. Это не моя выдумка, это анкетирование, проведенное среди значительной части белогвардейских формирований в том же 1921 году. И там четко указано 50% малороссы, 27% великороссы, ну и все остальные 23%. Откуда они взялись? Дело в том, что белая армия в 1920 году вела боевые действия, собственно, на территории юга Украины. И, естественно, она занималась мобилизациями на наших территориях. И вполне естественно, что все офицеры, которые проживали на этих территориях, подлежали мобилизации в белую армию. И так они оказались в рядах вооруженных сил генерала Врангеля. Ну, к этому стоит приплюсовать, что громадное количество киевлян, одесситов, волынян, подолян попало в ту же белую армию еще в 1919 году. И уже через Польшу они тоже приехали к тому же Врангелю. Громадное количество белых военачальников имели не только украинское происхождение, но и громкие украинские фамилии. Ну, например, был такой генерал Шевченко. Один из дальних родственников, судя по всему, Тараса Григорьевича Шевченко. Все они считали себя русскими офицерами, принявшими в свое время присягу на верность. Но сначала и Российской империи, потом Российской республики. Одной из легендарных личностей армии генерала Врангеля был полковник Сагайдачный, командир 2-го офицерского генерала Маркова полка. Этот полковник доблестно защищал до последнего перекуп, а потом со своим полком прикрывал отступление всей армии Врангеля, вплоть до посадки на корабли. Другой известный генерал по фамилии Удовиченко командовал сводной дивизией и тоже очень запомнился красным своей отчаянностью и боевыми подвигами. В общем, получается, что белую гвардию придумали именно украинцы. Жаль, что в изобретении обуви они не были столь талантливыми. Не наши пращуры придумали кроссовки, кеды и даже сапоги. И вообще, 100 лет назад украинцы предпочитали обходиться вообще без обуви. Как писал в книге студии из украинской антропологии и таетнографии профессор Хведер Вовк, подъезжаючи залезницею, звідня до Кракова, уважный подорожний помечает первые знаки Схидного Словянства у виглядя босоногих субъектів, что появляются на станциях, и количество которых очень мало уменьшается по мере просувания на Схид. Я знаю, почему украинские крестьяне любили ходить босиком, а обувь носили в руках. Они были разумными, экономными людьми. Кожа на пятках всегда отрастет. А прохудившиеся ботинки придется нести к сапожнику и ремонтировать за деньги. Между прочим, отправляясь в гости, я тоже несу ботинки в руках, а обуваюсь только перед входом. Получается большая экономия. Даже в наше время на шузы от кутюр простому человеку не напастись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok